Друзья мои, добро пожаловать в мрачную династию. Сейчас мы с вами смотрим на недовольную физиономию Стефана. Дело в том, что у нас сейчас день признаний в любви. И хотелось бы этот день провести вместе с нашей новой знакомой. А оказывается, к нам в гости пришло огромное количество каких-то непонятных людей, и они устроили пожар. Ну вот вы мне расскажите, зачем они к нам приходят, стоят вот тут вот в прихожей, стоят у нас на кухне и не хотят ничего тушить. И я не знаю, как мы сейчас-то потушим. А нам нужно как-то это сделать, друзья мои, обязательно, потому что в противном случае девушка, которая нам нравится, скорее всего сейчас куда-то уйдет. Ну, понятное дело, мы даже потушить не можем. Или можем? Ты можешь наконец-то потушить? То он может подойти, то он не может. Вот что это за рандомные соседи? Мне кажется, что это... Да ладно, потуши себя! Ты что, с ума сошел? Туши себя быстрее! Бегом сюда! Бегом сюда! Давай туши! Невозможно? Недоступно из-за пожара? А кто тушить будет, расскажите мне, пожалуйста. Они пришли к нам в гости, зажгли вот этот вот камин. Понятное дело, что его нельзя было зажигать, потому что у нас тут нет плиточки, нам плиточка нужна. Класс. Правильно, пойди сделай селфи. Ну, куда уж нам с вами без селфи. А, кстати, наша новая знакомая прибежала к нам. Да ладно. Поэтому пойду пока приму... Я же сказала душ. Подождите, я же нажала на душ. Зачем ты так правильно вылазь? Потому что если она сейчас увидит, что мы принимаем ванну... Ты что, ругаться решил? Да не надо никого тут матом крыть. Ванна-то тут при чем? Подождите. А, это Эви пришла. А я смотрю. Вроде бы пломбовы над головой нет, но вроде как это тоже такой вот очень грязненький персонаж. Я думала, что это наш Стефан. Слушай, красавица, давай-ка я тебе, наверное, добавлю сейчас действия, добавить в группу. И мы можем сейчас ее пригласить посидеть вместе. Мне кажется, что это как раз отличный такой вот повод, отличное такое вот событие, в кавычках, конечно, чтобы пригласить ее к нам домой. Скажем, что нам нужно было срочно убежать. Ты же видишь, пришли знакомиться соседи, а тут пожар. Ну, в общем, я надеюсь, что ты не откажешься посидеть со мной тут, немножко отдохнуть. Мы можем, конечно, что-то вкусное приготовить. Куда? Только ты не смей, не смей зажигать этот камин, не трогай камин. Ребята, что происходит? Кто это такие? Так, все. Быстро отправляемся домой. Быстро всех отправляем домой. Вам тут точно делать нечего. Уходите. Happy Holidays. Почему всем нужно приходить обязательно к нам домой? Это отвратительная черта у симов. Как holiday так надо быть у нас? Как еще какие-то дела так? Обязательно тоже надо посидеть. Давай вместе на вот этом вот диванчике, смотрите, симпатичный. В смысле, ты не отмылся? Почему ты не отмылся? Давай сменим одежду. Давай переоденемся. Да, вообще-то желательно переодеться, а то как-то очень странно, что мы в той же одежде. Класс. Помылись, не помылись. Давайте мы с ней немножко поболтаем. Сядь. Сядь сюда. Сядь. Я не хочу ни с кем разговаривать. Я вижу, что к нам и Ники хочет сейчас попасть в гости. Но я хочу поболтать с Деброй. Давайте мы немножко с ней поговорим, что нам нужно сегодня сделать. Да, Ники тоже к нам пришла. Романтическое настроение, пойти на свидание и просмотр романтических программ. Где я тебе телевизор возьму? У нас нет телевизора. Мы можем сейчас попробовать с ней позаигрывать. Я вот не знаю, как она на это все отреагирует. А, эта дамочка решила, что я пойду помоюсь все-таки. Я к вам протиснусь на минутку. Может, на полчасика. Давайте общаться. Ребята, почему к нам все? Вы какой сосед? Какой сосед? Ты вообще-то отец Стефана. Какой сосед? Слушайте, может, у Коула амнезия какая-то? Можно я все-таки проведу время с Деброй? Пожалуйста. Вы можете все куда-то пойти в другое место. Я сейчас выражу восхищение. Давайте мы попросим. Ники, мне очень приятно, что ты пришла к нам в гости. Но ты же видишь, что я тут как бы с девушкой сижу. И мне хочется с ней провести время. Но почему, ребята? Объясните, что у нас за родственники такие? Они нас просто, понимаете, вот вроде бы и отпустили в другой город. Но все же в то же время то Луна приходит, то... Да ладно. Ей приятно, ребят. Ей понравился комплимент. Давайте мы попробуем сейчас признаться ей в симпатии. Скажем, что ты очень симпатичная. Попробуем с ней пококетничать. Вау, да ладно. Хоть мы с вами такие немножко подзажаренные, но в то же время, я так понимаю, что мы ей понравились. Мы ей очень даже понравились. И цветочек подарили. И комплименты сделали. Слушай, а ты не станешь моей мисс Русалочкой? Ну, он, конечно, и пока ей говорить не будет. Она не знает, а он и не говорит. Но все-таки мне кажется, что это отличный повод. Давайте попробуем ее пригласить на свидание. Я не знаю, согласится она или нет. Но я надеюсь, что согласится и не свалит. Как наша предыдущая подружка. Шептать нежность. И подожди, а где наше свидание? Дурачиться, поцеловаться, вручить. А где свидание? Я что, не могу ее пока пригласить? А почему? Почему признаться в симпатии? Прижми ее, пожалуйста, к сердцу. Вручить подарок. Давай попробуем ее пощекотать. У нас осталось крайне мало времени. Мы должны сегодняшний день провести очень даже хорошо. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Потому что я бы хотела уже с ней, знаете, ну, наверное, какие-нибудь попытаться построить отношения. Ведь Стефану, ну, очень хочется, чтобы кто-то заботился о нем. Слушай, а может быть, побросать конфетти? Ну, не знаю. Жаловаться я тоже не хочу. Петь про праздник. Разделить восторг. Это, конечно, все очень здорово. Можем похвастаться нарядом. Покажем, какой у нас ООО. Сделать массаж. Но вот свидание, получается, мы не можем. А я знаю, почему мы, наверное, не можем пойти на свидание. Потому что все-таки наш Стефан подросток, а она молодой персонаж. Хотя у меня раньше это получалось. О, первый поцелуй, ребята. Первый поцелуй. Как вы думаете, они поцелуются? Она нас не пошлет куда подальше? А давайте проверим. А у нас будет первый поцелуй? Да, суг у нас вообще упал ниже Плинтуса. Кстати, у нас сегодня пятница. Ну, то есть завтра суббота, и нам не нужно отправляться на учебу. Ну что, будет у нас первый поцелуй? Как вы думаете? Да что же это за родственники, друзья, знакомые? А, она ушла. Подожди, ты что, сразу в спальню? Ребята, а кто у нас тут лежит? А кто здесь лежит? Кто здесь лежит и дрожит? Скажите мне, пожалуйста. Что это за страна? Только не иди, пожалуйста, сюда. Надо пойти и погасить этот камин, потому что мне не очень... Нет, она вообще нормальная. Слушайте, а может быть, это Эви, она владелица этой квартиры? Может быть, мы у нее снимаем эту квартиру? Ну, просто она как-то очень нагло пришла, полежала у нас в кровати, и как бы не чувствует себя виноватой. Я думаю, что пока что мы, наверное, не будем делать какие-то прям активные движения в плане нашей Дебры. То есть, может быть, мы сейчас ее отправим уже домой, и все-таки ладно. Первый поцелуй мы с вами оставим, наверное, на субботу. Потому что как-то очень странно. Мы с ней только познакомились, а уже и первые поцелуи, а затем мы ей можем предложить, там, не знаю, стать нашей девушкой. Поэтому пока что спешить не будем. Давайте проверим как-то в нашей картины, что они продаются, да? Убрать объявления. Почему-то никто не хочет их покупать. И, кстати, мы должны запереть вот эту вот дверь для всех, кроме Стефана. Пока что сюда никто не может заходить, и, как вы видите, вот эта вот картинка все еще висит у нас на стенке в рамочке. И ее пока что никто еще не видел. В субботу Стефан проснулся достаточно рано, в 8 утра. Ему нужно было срочно принять ванну, потому что увлажнение упало практически до нуля. И затем он решил в таком вот игривом настроении нарисовать какую-нибудь картину. Ведь нам с вами нужно нарисовать несколько эмоциональных картин, и я думаю, что игривая нам сейчас очень даже подойдет. Давайте посмотрим, что у нас по нашим целям. Нужно продать три картины коллекционерам, и нужно нарисовать три эмоциональные картины. И, как вы понимаете, он же у нас такой товарищ, достаточно эмоциональный, поэтому я думаю, что с эмоциями, в принципе, проблем никаких не будет. Нам пока что никто не писал, не звонил, наша новая подруга нам никакие смс-ки не присылала. И я смотрю, что у нас тут уже немножко запачкался пол. Но, как вы понимаете, Стефану, как бы, сейчас не до этого. Он, в принципе, не планирует заниматься какими-то делами по дому, он планирует только рисовать. Он планирует, ну, возможно, выращивать вот эти вот все тюльпанчики. О-оу, друзья мои, у нас тут даже клубок пыли уже есть. Он планирует проводить время за своими картинами, а вот его, допустим, девушка, ну и будущая жена, она будет заниматься домом. То есть она должна ему готовить, она должна убирать. Ну, то есть он считал, что это, в принципе, нормальное, что это нормальное требование. Поэтому мы с вами должны как можно быстрее завести себе отношения с этой девушкой. О, да ладно, слушайте, она действительно, по-моему, где-то здесь живет. Мне кажется, что не зря она каждый день ходит именно через вот эту вот площадь. Скорее всего, она здесь живет. И мне будет очень приятно, если вдруг она сейчас захочет к нам заглянуть. А вот этой нашей Фелис тут нигде нет? Я так понимаю, что ее нет вообще нигде, она либо не из этого района, но я ее практически здесь больше не видела. Это что за картина? Мы можем ее продать, но я не хочу. Я думаю, что... Да ладно, посмотрите, какие красивые картинки. Какие красивые. Слушайте, а мы же можем тоже выставлять здесь свои картины, да? Конечно, сможем. Как тебе картинка? Рассматривать игривую работу. Я думаю, что мы лучше выставим ее на... Давай сначала в багаж, а потом выставим на продавито, потому что нам нужны деньги. И меня немножко смущает, что уже который день у нас ничего не покупают. Неужели у Стефана нет того таланта художника, который он как бы в себе увидел, когда был еще ребенком? Вы помните, сколько он картинок, всяких поделок делал? И почему-то сейчас вот эта вот вся его, скажем так, атмосфера, она в принципе никак не... Давай, может быть, нарисуем что? Давай нарисуем, может быть, импрессионистскую картину? Почему-то вот эта вот вся атмосфера этого города как-то не подталкивает на какие-то интересные идеи. Но, с другой стороны, он надеялся, что когда у него появится любимая девушка, то, возможно, она будет все время вдохновлять его на какие-то красивые шедевры. И, кстати, я бы тоже хотела здесь повыставлять. Слушайте, а может быть, мы можем что-то выставить? Нет, не можем. Здесь нам пока что... Слушай, а ты кто вообще такой? Это Зак Томпсон. И у нас с ним отношения тоже почему-то ужасные. Слушайте, а может, у нас отвратительная репутация? Хотя с чего вдруг? У нас нейтральная репутация. Очень странно. Нам Коул написал. Говорят, вы и Дебра теперь друзья. Она мне нравится. Коул, то ты мне говоришь, кстати, ребята, так вот она здесь. Да ладно, Фелис почему-то к нам относится, по-моему, еще хуже, чем в предыдущий раз, когда мы ее видели. И она как-то, ну, вообще действительно нас игнорирует. Я не очень хочу сейчас к ней подходить. Хотелось бы, конечно, выяснить, узнать, почему она нас проигнорировала. Это как-то получилось не очень красиво. Но, с другой стороны, у нас сейчас появилась Дебра. А раз у нас появилась Дебра, то зачем нам Фелис? Мне кажется, она нам сейчас не особо должна быть интересна. Мы сейчас закончим эту картину. Кстати, посмотрите, какая симпатичная картинка. И я думаю, что мы можем позвонить Дебре и предложить сходить, например, в какую-нибудь кафешку. Можно сходить в караоке-бар, который недавно открылся в другом районе. Я думаю, что она нам не откажет. И вообще, я надеюсь, что за эти выходные мы с вами сможем подтянуть наши знания. И я надеюсь, что, может быть, мы с вами сможем в понедельник стать отличником. А как вы понимаете, когда наш Стефан станет отличником, то он перейдет уже в возрастную стадию молодой. Ну что, как там твоя картина? Вроде бы симпатичная. Может быть, даже шедевр получится, как думаете? Мне бы хотелось, конечно, чтобы это был шедевр. И, кстати, он постоянно голодный. Ну, с другой стороны, неудивительно. Мы с вами ничего не готовим. У нас печеные фрукты испорченные. Холодильник пустой. Мы так и не отправились с вами за покупками. То есть, у нас вообще есть какой-то там только горошек, молоко и все. Больше ничего нет. И мы ничего готовить не будем. Конечно же, Стефану вообще, в принципе, готовка неинтересна. О, неплохо, неплохо. Положи, пожалуйста, в багаж. И мы опять-таки выставляем на продавитое. Мы с вами будем это все продавать только через магазин. Ну что, получилось? Давай-ка мы выставим на продавитое, затем я хочу позвонить нашей новой подружке. Я бы, конечно, хотела ее пригласить на свидание. Но лучше давайте... Подождите, она где-то здесь? Не поверите, но мне удалось ее позвать обратно. Да ладно, давайте мы с ней обнимемся. Очень приятно. Ну, прям очень-очень приятно. Она прошла вон в ту сторону, где стоит призрак. А что это за призрак вообще такой? Кейт Кларк. Она прошла сюда, развернулась. Видимо, она услышала Стефана и решила развернуться и пообщаться с ним немного. Но я смотрю, что просить провести время со мной. Пожалуйста, проведи со мной время. Я хочу сегодня произвести на тебя впечатление. Мы можем попробовать с ней позаигрывать. И затем я хотела бы... Давай романтику. Рискованно не хочу. Дерзко дурачиться. Не-не-не-не-не. Пока что никаких дурачиц, попробуем с ней пококетничать. Я все так же склоняюсь к тому, что, скорее всего, именно на свидание мы не можем ее пригласить из-за разницы в возрасте. Ну, ничего страшного. Я же вам говорила, что Стефан скоро станет взрослым. И я думаю, что тогда она точно захочет с нами отправиться на свидание. Слушайте, мы можем с ней поцеловаться. Так, а с кем ты там общаешься? Первый поцелуй. Давай попробуем. С кем ты там уже болтала? Ну, расскажи мне. Я надеюсь, у тебя нету парня, да? А ну-ка поцелуется, да? Да, друзья мои. Он все-таки решился. Он решился ее поцеловать, и она согласилась. И я очень рада. Давай мы поцелуем ей руку. Мы же такие вот влюбленные в эту девушку. Мы попробуем сейчас и поцеловать в шею, и подержать ее за ручки. Мне кажется, что мы должны произвести на нее впечатление. Смотрите, она так засмущалась. Я думаю, что Дебра точно захочет с нами сейчас куда-то сходить, задать рискованный вопрос. Я бы вообще предложила ей сегодня остаться у нас на ночь. Ну, вот не знаю. Согласится она или нет, спросить, есть ли пара. Как вы думаете, стоит спрашивать или нет? А давайте спросим. О, стать парой. Я думаю, что мы пока что предлагать ей это не будем... О, как это приятно! Прямо очень приятно. Я думаю, что в 2 часа дня как раз отличное время, когда мы можем пойти и перекусить. У тебя кто-то есть или нет? Есть или нет? Да, у Дебры никого нет. Поэтому давайте-ка вместе с ней сейчас отправимся в караоке-бар. Вы представляете, Дебра согласилась отправиться с нами в караоке-бар. И, кстати, посмотрите, какое стильное местечко. Сейчас я думаю, что нам с вами стоит заказать какой-нибудь вкусный напиток. Давайте мы с вами перейдем в режим жизни, а я вам покажу, куда мы с вами отправились. Значит, здесь мы можем немного попеть, повыступать. Я думаю, что наша... Что ты ей показываешь? Что ты ей показываешь сейчас? А, это он уже заказ! Слушайте, это он так уже заказ сделал? Я-то думала, что мы с вами должны подняться к бармену. Здесь мы с вами поднимаемся на второй этаж и попадаем вот в такое вот заведение. Слушайте, ну выглядит очень круто. Мне прям очень нравится. Тут мы тоже с вами можем немножко попеть, повыступать. И есть еще третий этаж. Этаж, тут какой-то голый персонаж ходит. Ладно, сделаем вид, что мы этого не видели. И тут тоже можно заняться рисованием. То есть, как вы видите, местечко подходящее просто идеально для нашего Стефана. Ты не хочешь со мной выпить очень вкусный напиток, который называется... Как ты называешься? Ты не хочешь показать, как он называется? Жалко. Не хочет показать. Но напиток назывался, по-моему, что-то типа морская пена или что-то морской напиток. Давай мы, может быть, сексапильную позу сейчас сделаем. О, морские брызги. Ну, почти угадала. Поэтому мы должны попробовать сейчас с ней стать парой. Держать за руки я не хочу. Мы все-таки сидим пока что в баре. Вставать не хочется. Попробуем с ней позаигрывать. И я думаю, что мы можем... Я слышу, что уже кто-то поет. Мы обязательно с вами пойдем споем. Пошлем воздушный поцелуй. Слушайте, у нас прям супер-пупер романтическое свидание. То есть, мы и встретились под дождем, поцеловались. И сейчас отправились в вот такое вот красивое место. Я думаю, что мы можем попробовать стать парой. Только стать парой я хотела бы не здесь. Может быть, в каком-то более укромном местечке. Мы можем с вами выйти, например, на вот этот вот балкончик. Или с этой стороны у нас... Нет, тут у нас нет балкончика. Давай, может быть, сюда ее пригласим. Сядем, например. Нет, садиться мы не будем. Мы пойдем вот сюда и попробуем предложить ей стать парой. Ну, я надеюсь, что она согласится. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Только напиток забирай. А то мало ли, кто тут что захочет у нас выпить. А мы бы не хотели ни с кем делиться. Попробуем сейчас ей предложить стать парой. Ты идешь сюда? Иди, пожалуйста, сюда, да? Она пошла со мной. И мы с вами сейчас попробуем предложить ей стать парой. Тем более, что она сказала, у меня как бы никого нет. Я одна. И я думаю, что нет. На ярмарку мы сейчас точно не отправимся. А еще я хочу затем... Подожди, после того, как мы станем парой, я бы хотела, хотела, хотела перейти в романтику и страстно ее поцеловать. Где у нас страстный поцел? Вот. Согласилась, друзья мои. Вы представляете? Она согласилась стать нашей девушкой. И это, по-моему, ну прям очень здорово. О-о-о. Смотрите. Я вижу, что у них действительно все складывается просто идеально. И я думаю, что мы должны будем ее как можно скорее переселить в нашу квартиру. Может быть, она согласится. Может быть, она нам не откажет. Вы посмотрите, какая романтика. Нет, соблазнять мы ее пока не будем. Мы можем ей подарить розу, ведь она любит цветы. Давай, подари ей, пожалуйста, розочку. И я думаю, что розы мы с вами тоже будем выращивать в нашем садике. Мне кажется, что Стефан у нас овер 9000 романтичный персонаж. И мне кажется, что он не откажется дарить ей постоянно цветы. О-о-о. Смотрите. Я думаю, что она от него просто без ума. После того, как мы ей подарим розочку, я могу предложить... А ну-ка, пойдем. Давайте нарисуем ее портрет. Где мы с вами можем... Давайте вот здесь встанем. Я бы хотела нарисовать ее портрет. Только я не уверена, что мы сможем сейчас это сделать. А ну-ка, давай-ка пойдем сюда вместе. И затем я нарисую по фотографии. Вообще, я хотела бы ее нарисовать, чтобы она нам немножко попозировала. Мы можем попробовать нарисовать. Ты пойдешь со мной? Нет, давайте сначала вместе сюда поднимемся. А затем я ее попробую нарисовать. Подожди, а ты где? А, ты уже побежала. Это хорошо. Я смотрю, что вот эта вот Фелис за нами не отправилась. Я ее здесь нигде не вижу. Ну и ладно. Я, конечно, хотела с ней построить отношения. Но нет так нет. Ничего страшного. Переживем без нее. Поднимаемся на второй этаж. Все. Давай-ка ты лучше подойди вот сюда помочь с уборкой. Мне это очень нравится. Конечно, нам нужна будет помощь с уборкой. И давай-ка, может быть, вот сюда. Идти сюда. Мне же нужно ее поставить так, чтобы картина получалась просто идеальной. Ты можешь где-нибудь здесь встать? Пожалуйста. Вот сюда. Или вот сюда. Подожди. Куда она ушла? Да ладно, она уже ушла. Вы представляете? Ну и свидание. Ладно. Давайте тогда просто нарисуем кокетливую картинку. Я думаю, что мы с вами расстраиваться не будем. Все-таки у нас появилась девушка. Вы представляете, Стефан нарисовал шедевр. Мы его тоже уже выставили на продавито, хотя почему-то еще ни одну картину у нас не купили. И после того, как он закончил рисовать, он решил один отправиться на фестиваль романтики. Я думаю, что звать Дебру пока что смысла нет. Если она захочет, она может сама нам позвонить. Мы можем сейчас пока что здесь неплохо провести время. С одной стороны, я вижу, что у нас тут достаточно много всяких цветочков. Ребята, давайте подожди, соберем весь урожай. Затем мы с вами выпьем вот этот вот вкуснейший чай. Я же тебе сказала, иди собирай урожай. Он сейчас и цветочки дарит, и постоянно ее куда-то приглашает. Хотелось бы, чтобы она тоже, может быть, нам позвонила и сказала, о, любимый, давай вместе сходим на фестиваль. Кстати, вот эти все цветы мы с вами обязательно посадим у нас в нашем небольшом садике. Я думаю, что, во-первых, у нас будет очень красивый садик, а во-вторых, я думаю, что, ну, наша Дебра точно будет довольна, когда каждое утро мы будем дарить ей какой-нибудь красивый букетик. Вот, кстати, у нас шедевр, друзья мои, шедевр, кокетливая обстановка. Мы вставили в рамочку эту картинку. Вот, мы с вами собрали 6 роз, мы собрали 20 маргариток, 9 стрелецей, у нас есть еще львиный зев и вот такой вот тюльпанчик. Слушай, может быть, а, ты только можешь посмотреть. О, тут тоже есть какое-то интересное растение. Затем я хотела бы узнать по поводу наших отношений, во-первых, и нашей судьбы. Романтические отношения я тоже хотела бы, ну, как бы спросить у гуру, может быть, нам что-то подскажет. На фестивале я не вижу ни Фелис, не вижу ни Дебру, поэтому особо можно не рассматривать остальных персонажей, потому что если бы они пришли, то я думаю, что они сразу же подошли бы к Стефану. Ну, что ты мне расскажешь? Она не хочет с нами общаться? Давай спросим про текущие отношения. Расскажи мне, пожалуйста, что меня ждет в будущем? О, смотрите, как сразу стало красиво. Тебя ждут цветочки, точнее, ты будешь дарить цветочки, я думаю, что всем понравится, потом у тебя будет пожар. Слушайте, она про прошлое или про будущее? Рассказывает. Скажите мне, пожалуйста, может быть, она нам рассказывает про наше прошлое? Что, не очень у нас, да, будут отношения? Что-то мне подсказывает, что она нам ничего хорошего не сказала. Я слышу свадебные колокольчики, но звук их натреснут. А вот это меня немножко смущает. То есть впереди нас с вами ждет свадьба, но я так понимаю, что эта свадьба не принесет нам ничего хорошего. Слушайте, как интересно. Как интересно. А что у нас здесь? Поливать ничего не надо, у нас тут будет лилия, но пока что лилии нет. Ребята, как интересно. А давайте спросим, попросим какой-то совет. Спросим, а что же нам делать, чтобы не было никаких проблем со свадьбой в будущем? Может быть, нам гуру сейчас подскажет? Я смотрю, может быть, кто-то из наших девочек здесь появится. Я бы хотела, наверное, с Фелисом, может, хоть какие-то отношения наладить. Смотрите, какая красивая картина. Я тоже хочу так рисовать. Купить? Подождите, 35? Серьезно? Картина в стиле реализма? Плохо? Да ладно, красивая же картинка. Мы можем здесь что-нибудь выставить, обслуживать, прибраться. Но я думаю, что нам пока что выставлять вот эти вот картины здесь нет смысла. Я все-таки хочу через Продавита хоть что-нибудь продать. Мы должны продавать через Продавита. Ну, расскажи, что мне делать? Цветов больше дарить? Хорошо. Целовать? Хорошо. Буду целовать. И еще букеты. Да ты посмотри, сколько я сейчас цветов насобирал. Все? Все дело в цветах? Слушайте. Так оказывается, все дело в цветах. И Стефан, видимо, понял, что ему сейчас пытаются донести любовь в фонтан вечной молодости, из которого пить могут все. Вы не поверите, но на следующий день нам позвонила Дебра и пригласила на свидание. И понятное дело, что Стефан не успел покушать перед этим свиданием, поэтому сейчас я думаю, что мы с вами отправимся вон туда и закажем себе что-нибудь перекусить. Она нас пригласила на свидание в магазин. Может быть, она хочет купить какую-то новую одежду. Может быть, она хочет купить новый диван. Кстати, нужно сходить к ней в гости. Посмотреть вообще, где она живет, потому что что-то мне подсказывает, что все-таки Дебра наша соседка. Ну что, давай пойдем что-нибудь скушаем. Смотри, вон туда можно сбегать. Давай вместе здесь посидим. Я предлагаю сесть вот тут. Сесть, подожди, в смысле вот тут сесть. А я хотела бы с ней вместе сесть. Давайте добавим ее тогда в группу. А почему она у нас не в группе? Это как-то очень странно. Добавить в группу. Давай вместе вот тут сядем. Я могу, конечно, для двоих заказать что-нибудь вкусное. А что у тебя вообще есть интересное? У тебя есть какие-то булочки заказать еду. Может быть, нам... О, ребят, хот-дог, гамбургер. Давайте мы, ну не знаю, шоколадное. Давайте шоколадное парфе закажем, потому что, мне кажется, нам должна понравиться эта вкусняшка. Плюс заодно, может быть, наша подруга захочет что-нибудь себе заказать. Это кто такая? Ты кто? Я тебя знаю? Нет, Ники, я не знаю. Мне показалось, что это наша, та, вторая подружка, но нет, это не она. Мы можем, кстати, себе домой тоже что-нибудь купить. Правда, я не знаю, стоит ли тратить деньги. У нас, наконец-то, купили одну картину. Я уже думала... Да ладно! У нас хотят еще одну картину купить. Я уже думала, что у нас ничего не покупают. А ну-ка. В смысле убрать заново? Не-не-не-не-не. Мы с вами быстренько вернемся домой после свидания. Подождите. Подождите, а что с нашим свиданием? А почему оно у нас закончилось? Ребята, что это за магия такая интересная? Подожди, ты куда? Ты куда? Проведи со мной время. Может быть, она хочет, чтобы мы с ней, ну как бы, пошли где-то прогулялись? Ребята, она ушла. Ребята, скажите мне, пожалуйста, что с девушками в этом челлендже? Что с девушками вообще с нашей Деброй? Что с вот этой вот Фелис? Почему они так странно себя ведут? Я не пошла с ней в магазин. Так это что, повод надуться? Я хотела перекусить. Мы были очень голодные. Ну ладно, давайте тогда будем возвращаться домой. Слушайте, а давайте действительно будем возвращаться домой и отправимся к ней в гости. И спросим, мол, а что произошло? Ребят, мне удалось продать картину за 3000 симолеонов. Вы представляете? И, кстати, будете смеяться, но оказывается, Дебра действительно наша соседка. Она живет в соседнем доме. То есть, мы с вами живем... Подождите, где мы с вами живем? Мы живем вот в этом доме, а она живет вот в этом. В принципе, я так и предполагала, что, скорее всего, она живет где-то рядом. И чего-то она не очень довольна. Я же к тебе в гости пришла. Я так, чаек, кофеек попью и все, буду уходить, не переживай. Я ненадолго. Просто мне бы хотелось посмотреть, она живет в этой квартире одна. Может быть, она нас обманула. Может быть, на самом деле у нее есть молодой человек. Или, может быть, муж есть, поэтому она так быстро убежала. Вроде бы, я никого здесь больше не вижу. Давай, может быть, посидим с ней на вот этом вот диванчике. Посидим, поболтаем. Ну, не знаю, ребята, это как-то очень странно. Прямо очень странно, что она нас приглашает на свидание. И затем бегом-бегом куда-то убегает. Я уж не знаю, мне кажется, что девушки в этом челлендже ведут себя, ну, крайне странно. Крайне странно и непонятно. Давай мы тебя страстно поцелуем. Мы так вот попробуем сейчас показать ей, насколько нам хочется с ней проводить время. Насколько нам она дорога. Насколько сильно она нам нравится. О, смотрите. Мы можем попробовать ее безжалостно пощекотать. Может быть, ее, конечно, смущает разница в возрасте. Я не знаю, ребят. Может быть, она из-за этого как-то переживает. Но мне кажется, что, учитывая, что, наверное, буквально через день-два Стефан станет у нас молодым персонажем, то я думаю, что каких-то проблем, в принципе, быть не должно. Я не знаю, что у нее в голове. Я не знаю, о чем она думает. Поэтому это так. Может быть, просто наши с вами предположения. Кстати, ребята, вы попробуйте тоже предположить, почему. Почему она сбежала? Почему она не отправилась с нами в магазин? Почему она не побыла с нами на свидании? То есть, в тот же... Подождите. То есть, получается, она нас может пригласить на свидание. А мы не можем. А она нас может. Вот оно, что как интересно складывается. Мы можем попробовать энергичный массаж. Давай сделаем ей энергичный массаж. Можем попробовать с ней подурачиться. Я не знаю, насколько она положительно отнесется к подурачиться. Но мне просто интересно, согласится она или нет. Ну-ка. Ты не хочешь со мной подурачиться? Да вроде бы хочет. А почему ты думаешь о своем садике? Кстати, я уже успела посадить все растения. И, в принципе, у нас осталось, конечно, несколько розочек. Мы можем ей... Кстати, ребята, может быть, мы ей сейчас цветок подарим? Давайте мы сделаем ей подарок. Восторгаться, вручить подарок. Вот. У нас же с вами есть дружеский подарок. Ну как, не совсем дружеский. Мне кажется, что розы должны ей понравиться. Давайте мы ей подарим. Мы будем каждый день дарить ей по цветочку. Я думаю, что это очень приятный такой вот поступок. Я думаю, что ей будет очень приятно видеть такие подарки. Это тебе. Да ладно, ей понравилось. Это, конечно, не может не понравиться. Давайте мы признаем... В смысле, ты не любишь розы? Ей не нравятся розы, ребят. Ей не нравится... Да ладно! Поцелуй русалки. Слушайте, а давайте попробуем поцелуй русалки. А ну-ка. Ой, вот это ей понравилось. Хорошо, ей не нравятся розы. Давайте подарим ей стрелецую. У меня как раз осталась одна. На, держи стрелецую. По-моему, стрелецая это самый дорогой цветок в игре, если я не ошибаюсь. Ну вот смотрите, роза 29. Тюльпан у нас сколько там? Тоже сколько-то стоило? А стрелецая это... А, стрелецая это ей понравилось. Хорошо, что я ее посадила. Я думаю, что мы с вами скоро будем отправляться домой. Ну, это как-то не хочется, конечно, прям сильно, ну, как-то ей навязываться. Может, она действительно пока не готова к отношениям. Может быть, все развивается очень быстро. Ну что, друзья, можно поздравить Стефана. Он стал отличником. Вернулся. Понятное дело, что домой очень сильно уставший. Поэтому я решила дать ему немножко отдохнуть. И сейчас мы с вами приготовим тортик. И пригласим в гости Дебру. Мне кажется, что мы можем устроить такое вот свидание-день рождения. Но сначала нам нужно продать две картины. Ребята, у нас начали покупать картины. Я так понимаю, что Стефан становится действительно достаточно популярным художником. И мне кажется, что в будущем мы с вами сможем заработать очень много денег. И, кстати, да, с нашим садиком тут не самая лучшая, конечно, ситуация складывается. Надо, чтобы кто-то здесь поубирал. Но пока что мы это делать не будем. Нам нужны продукты. Нам нужно хоть что-нибудь купить для тортика. Поэтому давайте-ка мы с вами перейдем в заказать доставку, заказать продукты. Мы, наверное, с вами что купим? Мы, наверное, купим сахар. Мы купим муку. Мы с вами можем купить чернику. Ну, не знаю. Давай виноград возьмем. Можно купить еще, например, молоко. Давайте просто, наверное, молоко возьмем. Только я бы хотела... Давай-ка чуть повыше поднимемся. Бутылка молока. Вот, мы возьмем несколько бутылок молока. И я думаю, что возьмем, наверное, еще яйца. Десять штук. Потом давай возьмем, может быть, малину. Может быть, торт с малиной сделаем. Еще хочу шоколадного молока. Можно еще взять хлебушек. Ну, потому что нам кушать все равно сейчас нечего. Ромашка. Кто будет кушать ромашку? А, хотя мы можем готовить различные отвары. Морской окунь, окунь. Нет, нет, нет. Этому покупать точно не будем. Это же наши родственники. Поэтому нет, 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 ни в коем случае. Я думаю, что этого всего нам должно с вами хватить. Ну, а пока что я хочу пригласить в гости Дебру. Я надеюсь, что она придет к нам в гости. Пожалуйста. Я понимаю, что уже очень поздно. Но у меня не было возможности пригласить тебя раньше. Пожалуйста, приди ко мне в гости. Неужели у нас будет грустный день рождения, и она к нам не придет? Нет, ну не придет, так не придет. Я, в принципе, заставлять не буду. Хотя мы можем с вами устроить день рождения, и сейчас ее Дебра спит. Тогда давайте мы сделаем по-другому. Мы сейчас с вами запланируем общественное мероприятие. У нас будет общественное мероприятие для двоих. Я надеюсь, что тогда мы ее сможем же разбудить. Доброе утро! Точнее, доброй ночи! Что-то мне кажется, нас там уже покрыли трехэтажным матом. Ну да ладно. Нам нужно сейчас устроить... Где у нас тут свадьба? Нет, она нас не интересует. День рождения. Кто у нас именинник? Ну, понятное дело, что Стефан. А гость двое. Слушайте, а кого нам еще... Давайте Ники пригласим. Мне кажется, что Ники точно не откажется прийти к нам в гости. Тем более, что она, скорее всего, тоже захочет нам какой-нибудь подарок принести. Можно было бы, конечно, Филлис пригласить. Но я бы не очень хотела это делать. Она все-таки как-то с нами не сошлась. А вот с Ники мы строили, в принципе, хорошие дружеские отношения. Нет, это мы с вами все выбирать не будем. Бармен, исполнитель. Нет, это нам все не интересно. Перейдем с вами, наверное, в резиденцию. Резиденция Пентхаус. Конечно, в Пентхаусе мы будем устраивать. Нужен торт. Я знаю, что нужен торт, но у меня пока что тортика нет. У меня нет денег. О, молодец. Теперь мы с вами заполнили, видимо, уже все корзинки. И нам нужно будет либо новую прикупить, либо нам с вами нужно будет, скорее всего, устроить стирку. А то у нас тут стоит как бы и стиральная машинка, и все у нас тут находится. О, привет, привет, привет. Мы с вами встретились, Ники. Вот мне только интересно, где моя посылка, где моя доставка. Ребята, кто нам будет приносить еду? Мне нужен тортик. Я, конечно, могу быстро куда-то сбегать, но без тортика что это будет? О, подождите. Да ладно, доставка. Доставка, посылка, доставка. Кто в ужасе? Почему она в ужасе? Ребята, вон наши продукты. Заходи, пожалуйста. Заходи, отдай. Вот, наконец-то. Я уже перепугалась, что нам их не принесут. Привет, привет. Я хочу забрать мои продукты. Можно принять доставку? Ребята, а кто у нас тут? Джема Шервуд? У нас тут призраки обитают. Ребята, у нас в квартире призраки. Призраки в квартире. Отдай мне мою посылку, пожалуйста. Подождите, а почему у нас здесь призрак? Я, честно говоря, не думала, что у нас тут призраки будут находиться. Давай, пожалуйста, разберем с тобой посылку. А может, не надо так делать? Я надеялась, что ты захочешь мне помочь убрать. Опять он хочет в туалет, ребят. Почему ему все время хочется в туалет? Мне кажется, раньше у нас таких ситуаций с тритонами и русалками не было. Нам нужно срочно приготовить хоть какой-нибудь тортик. Давайте бисквитный. Самый простой банальный бисквитный торт. Нет, второй раз мы идти в туалет точно не будем. Мне интересно, Ники и Дебра найдут общий язык или нет? Николас, ты можешь идти. Ты можешь идти. Не надо смотреть на нашу Дебру. Посмотрите, какая она у нас красивая. Посмотрите, какой симпатичный персонаж. Ну что, ты мне разрешишь вообще тортик приготовить? Можно я приготовлю хоть что-нибудь? Но вот надо обязательно у нас кусок хлеба было забрать. Обязательно. Чего ты здесь бегаешь? Слушайте, а может быть, Ники знает, кто это такая? Ну, скорее всего, знает. Судя по тому, как они общаются, я думаю, что Ники знакома с Джемой. Тем более, что Ники, скорее всего, сейчас занимается активно магией. Как вы помните, она решила, что ей гораздо более интересно заниматься чародейством. И мне кажется, что, скорее всего, она знает, что это за призрак. Ты дождешься, когда я тортик приготовлю? Мне кажется, она тоже ждет, когда будет готов тортик. Тем более, что Стефан сможет стать старше. Да ладно, опять приперлась. Ребята, откуда она приходит? Скажите мне, пожалуйста. Почему она появляется именно на этом балконе? Учитывая, что на этот балкон она никак по-другому, кроме как пройти через вот эту вот комнату, она не может. Почему так странно? Почему она вообще приходит к нам? Ну, приходит и приходит. Ладно, видимо, ей очень интересно, что здесь происходит. А вот Ники как-то не особо старается, знаете, пообщаться с нашей подругой. Давай добавим свечки. Давай добавляй свечки. Опять ему нужно в туалет, ребят. Ему опять нужно в туалет. Мы с вами стали отличниками, а как вы знаете, это повод стать старше. Ну что, загадываем с вами желание. И теперь мы с вами... Я хочу посмотреть, как это все будет выглядеть. Подождите, подождите, подождите. Ну куда нас перебросило? Давай возвращаемся. О, ну здравствуйте. Здравствуйте. Почему с нами призрак отмечает день рождения? Объясните мне, пожалуйста. Как вы думаете, какое желание загадает Стефан? Задуваем. Прекрасно, ребят. И Стефан становится старше. И третья черта, которую мы с вами выберем, я думаю, либо холерик. Высокие запросы нет. Высокие запросы мы с вами не будем выбирать. Я думаю, что злой, либо ревнивец. Давайте, наверное, возьмем ревнивец. Он очень ревнивый. Он хочет, чтобы на его девушку никто не смотрел, кроме него. Поэтому я думаю, что эта черта характера ему просто идеально подойдет. Ну что, я предлагаю всех пригласить за стол. Давайте-ка мы сейчас... Ты хочешь в туалет? Ладно. Ладно, сходи в туалет. Ну кто уже сломал раковину? Никита, можешь починить? Пожалуйста, сходи давай в туалет. И затем мы всех пригласим за стол. Ну а теперь, как вы понимаете, мы же можем Дебре сделать предложение. Во-первых, мы можем заняться с ней в уху, попытка соблазнения. Мы можем сделать ей предложение. И я думаю, что она, скорее всего, ну точно согласится, ребята. А почему бы и нет? А почему бы, собственно, и нет? Давай-ка быстренько угостим всех тортиком. Я хочу посмотреть, где Ники. Но чинить-то мы не будем с вами эту раковину. Я вам уже говорила, что Стефан у нас творец. Он не будет чинить. Он, в принципе, и не собирается стирать. Я, конечно, сама перенесу вот эту одежду. Но ему это как-то, знаете, ну вот не особо хотелось делать. Он считает, что это точно не его обязанности. Поэтому подходите, девчонки. Тут тортик. Тут очень вкусный тортик. Я надеюсь, он вкусный. Кстати, качество великолепно, удивительно. Я привыкла к тому, что тортики у нас обычно не самого лучшего качества получаются, когда ты вообще, в принципе, не знаком с кулинарией. Ну что, друзья мои, в этой серии наш Стефан молодец. Во-первых, у него появилась девушка. Во-вторых, он ведет себя немного подозрительно в глазах, наверное, Дебры. Хотя, с другой стороны, может быть, этим своим нестандартным поведением он ее и подкупил. Я думаю, что в следующей серии, скорее всего, они съедутся. Если вам интересно, что будет дальше, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.